всем солнечный добрый день мы решили наконец пойти в поход не сидеть дома два дня назад был поход который организовывали здесь местные русские вот но мы благополучно проспали и сейчас идем вдвоем после обеда у нас все походы после обеда начинаются вот начинаем от театра амфитеатр аланийский у нас подъем начался вот море видно за нами и сейчас мы поднимаемся вот в эти горы вот какой красивый амфитеатр там видите тоже кругом сделан как колизей кажется новым не знаю когда построили но свежий поделись еще немного вот такой вид театра а погнали дальше вверх склон становится все круче и пока еще свадьки такие норы колея интересно чья никто знает змеи такие большие не буду делать это может какие-то птичьи гнезда или ласточки да вот вы дошли до входа национальный парк все сворачиваем с асфальта и начинаем срезать есть окружная дорога асфальтовая но мы не ищем легких путей и мы идем мы связаем идем по тропинке в горы а не любишь походы в турции я обожаю походы не только в турции это так интересно и сейчас мы уже поднимаемся в гору камни деревья над нами точнее под нами море очень был крутой подъем но мы справились возможно будем бегать здесь если научимся рано просыпать к сожалению везде встречается мусор это просто кошмар но я не исключаю того что это местные мусорят возможно только турист не лезть на высоту примерно 300 с лишним 350 метров над уровнем моря вот такой вид на аланию мы немного срезали с тропы решили срезать и блин все в колючках изрезались короче лучше не срезать все таки если не знаешь да я думаю мы больше не будем срезать все погнали дальше по тропе идти легко потому что есть такие синие указатели вот мы вышли на одну гору и нам открывается чудесный вид на аланию с другой стороны смотрите вот мы добрались до пастуха с козочками горной козочки козочка маленькая или отказал с породой молодой козь значит вот мы дошли до асфальтовой дорожки дороге но до самой вершины до обзорной площадке нам еще столько же еще километра полтора-два карабкаться поднялись до площадки где пара планеристы стартуют я смотрю на это мне пипец как страшно какой уклон а и а и 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 Продолжение следует... 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 Ах, мил, ану, табель, кацан, кит. Мы подобрались до самой верхней точки, обзорная площадка. Отсюда, кстати, тоже пары планирифтов отлетают. Вот, а вот сейчас здесь никого нет, не очень летная погода. И посмотрите, какие виды потрясающие, да. Я хочу показать, что разные виды. Вот этот мыс разделяет Аланию на две части. В этой части живем мы в тое продолжение города. Да, вот, более такая плотная застройка. По сравнению с этой частью, мы видим Турция Патра, всем известный. Один из лучших в Турции, награжден Турцией флагом. Кстати, в Турции Средиземное море называют Агвенис, что переводится как Белое море дословно. И вот они вот так назвали, вот, в честь такой дымки, которая здесь вот часто по утра, и даже вот днем дымка такая над морем. Все, немножко отдохнули на вершине. У нас 600 метров высота над уровнем моря. И время 16.30, и мы начинаем спуск. Чуть больше двух часов мы поднимались. До 6 нам надо успеть спуститься, пока не стемнело. Вот, температура где-то 18 градусов. Прохладно. Для курки чего надо? Да, 18, у меня термометр показывает 17 и 17 где-то. Обзорная беседка. Семи, так кто-то не доел. Для птиц. В январе начинает холодать уже половина пятого к пяти. Уже прохладненько так становится. Надо уже толстовки, куртки одевать. Вот. Ну, мы двигаемся, поэтому мне пока жарко. А мне холодно. Спускаемся вниз. Надо успеть за 20-30 минут спуститься до асфальта. Иногда приходится преодолевать вот такие препятствия на трассе. Верхняя часть трассы эндуро, нижняя ДХ. Вышли на дорогу и заняло это у нас с вершины 25 минут. Быстрым шагом, да, конечно, тяжело очень, но прям почти бегом спускались. Вот здесь уже начинается Деон Хилл. Да, здесь страшно идти и ехать. Клон, ступуха, куча-палуча камней. Это уже страшно. Ну, нормально. Местами клон есть, местами можно передохнуть. Так, мы спустились, наконец-то, с самой вершины. Массатые 600 метров. По той же тропе. И весь спуск у нас занял 1 час, примерно 5 минут. Вот, но это очень тяжело, конечно, было. У меня даже уже немного заложило. Вот, тяжело спускаться. В общем, весь поход примерно занял. Ну, если от дома считать, то... Так, вот. А, 4-5 часов. 4-5 часов. Это остановка, там 40. А в километрах... 10 километров 700 метров мы прошли. Вот, ну, у нас от дома вот до конца свадьбы дороги около полутора километров. Соответственно, сам весь маршрут это примерно 8 километров. Вот. То есть, вот так рассчитывайте свои силы. Местами очень тяжело, ноги скользят. Вот. Очень обувь должна быть хорошая. Обувь, да, обувь должна быть хорошая. Обязательно каким-то трекинговым, с протектором. Ярко выраженные трекинговые ботинки, кроссовки. Да, горные. Потому что очень скользко. Концентрацию потеряешь. И все. Упадешь в колючки, в камни. Откнешься. Я вон чуть-чуть присел, палец немножко поцарапал об камень. Вот, то есть... Ну, нужно быть очень внимательным на горах здесь. Вот. А так, кто любит такие походы, красивые виды. Это самый, наверное, простой, легкий. Поход. Ну, нифига себе, ешь. Ну, в ближней и ближайшие горы, вот, от Алании, от города, это самая, вот, самая ближайшая тропа. Вот. Обзорная площадка ближайшая в горы. Так что, рассчитывайте, если приедете сюда, захотите в горы, красивые виды, рассвет, закат, встретить дом. Вот. Пять часов на весь маршрут. Два часа наверх, где-то час там наверху. Всё, вышли на асфальт. Аллилуйя. Пять часов на весь маршрут. Пять часов на весь маршрут. Продолжение следует...